Сегодня преображение, 19 августа, 15-го года. Вот Володя посередке Пащенко учит. Тут первый Сергей Пупков, а дальше Никита Колесников. Как хлеб стряпать? Вот они, раскатывать его. И еще делает руки, водой мочит. Дальше. То есть вот такой вот, делайте продолговатую. Так, Сережа, убери голову. Мешайте мне смотреть на Володю. Сколько примерно? Ну, пойди сейчас смотрят какие-нибудь сестры, молодые, скажут. Вот такого бы мужа-то иметь. Я ничего не буду делать, только хлеб готовый есть. Вот они. Еще маслом. Вот они как. Такой придется. Вот его продолговатым делал. Чтоб лукоформа идет, чтобы у тебя такой же продолговатый. Это не получается. Надо еще маслом, наверное. Надо хорошо видеть. Надо просто быстро это делать. Оно у тебя быстро влага испаряется. А, быстро влага испаряется. Вон, пещи русские пылают. Страшно взглянуть. А ну, какие-то... Маленько отодвинь клеенку, я туда огонь покажу. Сейчас, побольше, да? Да, можно побольше. Побольше поднимется. Клеенку. Это две русские пещи, но он одна затопил. О! А что так близко-то у тебя, почему? Это угли нагорает, а потом туда и оспихивает. Да ты сейчас сразу надо огонь, чтобы хватал. Нет, нет. А у нас схватит потом. Нет, нет, Володя. Ну, схватит, Игнать Ильич. Я уже не разговариваю. Не правильно это? Ну, мама наша никто так не делал. Топится там. Для чего она огонь-то делается? У вас есть огонь идет, но этот... Дело в том, что она гаснет. Сразу если сделать, она гаснет. Ну, а сейчас тут не будет гаснуть, она разгорелась. Ну, я спихаю. Я тебе как печник советую. У вас жар на 90% улетает в трубу. Поэтому много дров идет. Видишь, сколько вы накладили? Так, отойдите к вам вас клюхой-то, чтобы не швырнул. Надо, когда сделаешь, а то разжег, и туда это... Ну, колодец от вели колодца у нас. Она горит там. Греет вверх. А у тебя версты совершенно не касаются. О! Как тут у них? О! Снаружи показать, где тут печка-то ведет. Вот она, труба. Ну, тут и делали мы шифером. Ну, это для голландки. А это труба от русской печи. Ну, рядом башня, самая высокая для наблюдения. И на ней высокий на тонком шесте в небесах крест. Как поется. Здесь ступеньки сделали. Сходили сходить вниз. А то у нас в лагере в детском тут святые все вокруг. Ну, еще они тут по форме одеты. Смотри. Туда до равнишки-то кинуть. Они там весь пот и вверх прокалиться. Да-то я знаю, что я так и делаю. Мама наша всегда так. Кизяки аккуратно туда сдвинет. И там в конце горит. Да, я так и делаю. А у печки там под на склон. И там высота больше в задней части на 3 сантиметра. Этого достаточно, чтобы огонь оставался в печи. Вот. Это она вспухнет и на весь, да? Да. У вас вот пятая часть, наверное. А еще я долго так Никита мнет в руках. Зачем так долго мнет? Учусь. Да, отберите у него тесто. Ты же неправильно делаешь. Ты же неправильно делаешь. Разорвать шуки на 3, наверное. Нет, какие 3. Старайся ни одного лишнего. Какие 3-то? 3-я там ничего не надо. 3. Все нормально он сделал. Да? А у Сережи меньше. Почему? У него больше даже еще. Тем меньше. Нет. Вот так вот надо. Вот она даже. Подниз надо подминать его. Подниз. А Сереги на железяке так делаешь? Да, зачем на железяке, когда можно здесь заводить? Все, вот он есть, готовый. Так. Ты раскладывай только по всей форме, чтобы она была. И это. У нас же тестомец есть. Механическая рука Дежа. И это продолговатое делаю. Продолговатое. В печку, Володя, не надо подкинуть дровишек-то? Сильно меж ее. Я это и делаю сейчас. Сильно не надо межить, просто форму сделать. Да, форму просто делаешь, и все, ничего меж-то не надо. Сколько ты заложил, Никита, уже? Один, два, три, шесть, восемь. Шесть? Восемь. Восемь. А у Сережи уже одиннадцать. Видишь как? Было бы из чего. Докон у вас дрожжевой? Да. Вообще-то сегодня везде рекламируют бездрожжевой хлеб. И монахи, и миряне, все взяли бездрожжевой. Может, какой-то лопаткой пользуется не было? А, сейчас, я пришел. Ну, ладно, будем ждать, когда достанут. Восемь.